Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Белов отмечает, что в прошлом году в отношении фермеров было возбуждено множество дел по нецелевому расходованию субсидий. Отчасти это могло повлиять на решение предпринимателей уйти из бизнеса. Омбудсмен предлагает проработать механизм информирования предпринимателей на тему предоставления господдержки. Это был последний отчет Вячеслава Белова на должности уполномоченного по правам предпринимателей. Свою карьеру, по данным источников РБК Перм, Белов продолжит на должности вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты. О новом назначении Белова будет заявлено завтра на заседании Заксобрания региона. Уполномоченный являлся активным участником разработки законопроектов, связанных со снижением налоговой нагрузки на предпринимателей Пермского края и установлением налоговых каникул для тех, кто ведет, начинает деятельность в качестве предпринимателей. Поэтому хотелось бы от имени губернатора Пермского края и правительства поблагодарить Вячеслав Артуровича. На должность бизнес-омбудсмена губернатором выдвинут Анатолий Маховиков. Кандидатура его поддержана уполномоченным по правам предпринимателей при президенте России Борисом Титовым и одобрена общественными организациями края, отметила Алексей Чибисов. Депутаты Комитета по промышленности поддержали назначение Маховикова единогласно. В Прикаме может появиться два новых индустриальных парка Култаева и квартал номер 121. Заявки по ним поданы в Федеральный Минпромторг. Об этом в рамках заседания профильного комитета регионального ЗАГС Собрания сообщил министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов. Индустриальный парк квартал номер 121 предполагается расположить на улице Промышленной. Его площадь составит более 8 гектаров. Там планируется разместить производство металлоконструкции, спененного полистирола и комплектующих для энергетического оборудования, отметил глава регионального Минпрома. Парк Култаева разместится в 10 километрах от Перми и его резидентами станут представители малого и среднего бизнеса. Реализация проекта запланирована на начало 2020 года. Сейчас заявки по обоим паркам находятся на рассмотрении Федерального Министерства. В настоящее время управляющие компании находятся в процессе доработки своих заявок и после поступления официальных замечаний от Минпроматорга России данные заявки будут повторно направлены на согласование Минпроматорга Российской Федерации. В рамках заседания промышленного комитета депутаты обсудили судьбу парка Лямина в часовом. Алексей Чибисов отметил, что парк развивается, но официальный статус на федеральном уровне не получит из-за несоответствия заявленным параметрам. Он добавил, что в этом году на конференции Индустриальные парки Пермского края было презентовано 9 площадок. По оценкам экспертов РБК, затраты на реализацию одного проекта Индустриального парка составляют порядка 2,5 миллиардов рублей. Национальные проекты от стратегии к действию. Так обозначил в этом году главную тему российского инвестиционного форума в Сочи председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Основные вызовы для регионов, шаги по достижению поставленных задач и конкретные решения обо всем этом через призму Пермского края в следующем сюжете. Одно из ключевых событий российского инвестиционного форума – это пленарная сессия с участием председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Обсуждение касалось реализации национальных проектов. Они включают в себя комплексные преобразования практически во всех сферах жизни общества одновременно. Более полутора миллионов квартир и 300 тысяч новых индивидуальных домов ежегодно. 40 построенных и реконструированных детских отделений и больниц. 420 центров амбулаторной и онкологической помощи. 230 тысяч новых мест в школах. 245 детских технопарков. 345 мобильных технопарков для детей на селе. Реализация таких масштабных проектов параллельно текущей деятельности в регионах и муниципалитетах, отметил модератор сессии. Губернатор Прикаме Максим Решетников, отвечая на вопрос о совмещении работ по нацпроектам и решении бытовых проблем граждан, отметил, что одно без другого невозможно. Но для прорыва и значительного ускорения процессов сегодня у субъектов появился запрос на повышение гибкости законодательства. Если у тебя хоть на рубль цена контракта отличается от того, что в плане графика закупок обозначено, надо менять план графика закупок, он должен снова две недели отвисеться. В результате, если мы все, уработавшись правильно, все эти квесты выполним, а там на конце еще оспаривание фаз всегда какое-то происходит и так далее, то мы контракты получим подписанные. В заключительном слове Дмитрий Медведев отметил, что процедуры все-таки нужно сделать более гибкими. Реализации национальных проектов с точки зрения работы регионов была посвящена еще одна панельная сессия. Участие в ней приняли Антон Силуанов, Виталий Мутко и Максим Орешкин. Представители правительства России обсудили организацию работы на местах с главами субъектов страны. Так губернатор Приками отметил, что в первую очередь регионам необходимо понять, как именно достичь поставленных перед ними показателей. Сейчас, по его словам, Край совместно с главой Минэка России в этом ключе рассматривают разные отрасли промышленности. Мы сделали баланс трудовых ресурсов, посмотрели, наложили изменения параметров пенсионного возраста, посмотрели, сколько у нас молодежи будет выходить. Нам нужно создать 70 тысяч рабочих мест за ближайшие 6 лет для молодежи. Много или мало? На самом деле это 15% всей легальной занятости в экономике края. И в общем и целом, наверное, каждый регион может на себя это примерить и поймет масштаб задачи, которые перед нами стоят. А далее выработка решений. К примеру, чтобы достичь увеличения ни сырьевого, ни энергетического экспорта в России в два раза, в том числе регионы должны создать набор инструментов и стимулов для массового вывода отечественных компаний на зарубежные рынки. Этот вопрос представители субъектов обсудили с главами Минпромторга, Минфина страны и ряда общественных организаций. Одним из возможных стимулов участники назвали экспортные акселераторы. В этом смысле Приками стала первым из регионов России, кто запустит такой инструмент. На сегодняшний момент мы планируем 50 предприятий в акселератор завести и рассчитываем, что 30 дойдут до конца. Плюс к этому мы постарались сочетнить программы, которые будут на федеральном уровне. Это в первую очередь образовательные программы. Мы к своим еще добавили вопросы, связанные с позиционированием на мировых рынках, помощи компаний, определение некой такой экспортной стратегии. За основу, по словам Максима Решетникова, край взял израильскую программу, согласно которой бизнес удваивается за три года. Если модель окажется успешной, Приками готова предложить ее к масштабированию. Вообще, желание делиться и обмениваться опытом и практиками с другими регионами для достижения общих целей стало одним из ключевых посылов делегации Приками на российском инвестфоруме в Сочи. Ну и итоги форума подведем в студии РБК Перм с министром экономического развития и инвестиций Пермского края Максимом Колесниковым. Максим Андреевич, приветствую вас. Добрый день. Ну, первый такой вопрос. Все-таки хотелось бы получить пояснение в этом моменте. Башкирия анонсировала заключение соглашений на сумму более 35 миллиардов. У Курской области соглашений есть вообще на 90 миллиардов. Ростовская область на 44,5. Представляется, что это один из показателей успешного участия региона в этом форуме. У нас 6 миллиардов рублей. Почему? Ну, во-первых, я очень рад за коллег из других субъектов Российской Федерации. Но мне все-таки кажется, есть определенное лукавство в этих так называемых больших числах и желание все-таки побольше показать свои вот эти инвестиционные деятельности именно в рамках, в данном случае, Сочинского форума. У нас другой подход к работе. Главное – это скорость работы с инвесторами. Например, в декабре прошлого года у нас состоялся итоговый совет по предпринимательству при губернаторе Пермского края, где было вынесено и одобрено несколько проектов на общую сумму более 20 миллиардов рублей. Но, как вы понимаете, мы спокойно могли подождать еще полтора месяца и анонсировать эти проекты на Сочинском форуме. Но у нас другая философия. Главное – это скорость принятия решений в работе с инвесторами. Поэтому не могу с вами согласиться, что объем принятых и заключенных соглашений именно в рамках форума является той мерой успеха или неуспеха участия в нем. – Кроме того, интересный момент все-таки. Допустим, тот же Metafrax – это уже второй спик и второе соглашение, подписанное в рамках инвестор-форума. Пусть не такое масштабное, как в прошлом году, но ведь это тоже о чем-то говорит. – Это говорит лишь о том, что Metafrax – безумно успешная компания, которая реализует большие инвестиционные проекты и реинвестирует прибыль в новые инвестиционные проекты, что мы всячески поддерживаем. – Кроме того, на стенде были представлены значимые проекты, ряд их. В частности, это и грядущие юбилеи Перм-300, все связанные с этим работы, строительство любимого и ряд других. Хотелось бы понять, в паблике, по крайней мере, не мелькало, почему именно такие выбраны. Для чего поставлены те или иные проекты? Именно для привлечения инвестора или просто показать, что регион живет и чем, собственно, живет? – Безусловно, Перм-300 – это знаковый проект для Пермского края. Это одна из, наверное, самых масштабных реконструкций центра города Перми за все время его существования. Поэтому, естественно, мы этот проект презентуем, презентуем в разных форматах, потому что нам важно получить мнение и федеральных коллег, и потенциальных инвесторов, которые будут участвовать в этом проекте. Проект Любимов, у него, знаете, долгая история, но сейчас мы разработали понятный план его реализации, есть уже запущенные комплексы этого проекта, поэтому мы также об этом говорим. Но я бы хотел отметить, что помимо Перми-300 и проекта Любимов, мы показывали много других проектов, и в первую очередь мы показывали продукты конкретных компаний, которые приехали с нами. И вообще задача нашей площадки, которая была на Сочинском форуме, это предоставить пространство для бизнеса, показать продукты, которые производятся на территории Пермского края. Это и Технопарк Перми, и Технопарк Марион, и такие компании, как Датабриз. Все это сделано для того, чтобы максимально подсвечивать именно потенциал пермских компаний на данном форуме. Я думаю, что все те компании, которые вы перечислили, они также выполнили какие-то свои определенные задачи. Был ли фидбэк какой-то от них? Ну, о фидбэке еще рано говорить. Понятно, что те продукты, которые были представлены в рамках нашего стенда, они пользовались интересом, как у инвесторов, так и у других регионов, в частности, правительство Москвы. Большое внимание уделяло тем газоанализаторам и вот этим умным каскам, которые были у нас на стенде представлены, потому что действительно это востребованный продукт, так как он напрямую связан с безопасностью строительства крупных объектов. Хотел бы отметить еще такой момент. С замиранием сердца я слушал последний спич Дмитрия Анатольевича Медведева перед совещанием с главами, который на второй день форума был 15 февраля. И там он в самом начале назвал 12 новоявленных ТАССР. И, к сожалению, ни одного Прикамского не назвал. Хотя мы знаем, что и губернатор об этом говорил, что вероятность подписания документов конкретно по Нытве, она очень высокая. Что случилось? Ничего не случилось. Идет плановая работа между Федеральным Министерством экономического развития и правительством Российской Федерации. По нашей информации, доработанный вот этот пакет по Нытве был в очередной раз внесен Минеком в правительство Российской Федерации. Ну и мы ожидаем ближайшего согласования. То есть это, собственно, мы и обсуждали с Фондом развития моногородов. Был как раз один из вопросов. Вот еще один такой момент лично для себя я отметил, что почти на каждом, по крайней мере, выступлении губернатора звучала такая фраза, что Пермский край готов делиться той или иной практикой, той или иной наработкой. И здесь хотелось бы остановиться конкретно на экспортном акселераторе. То есть ему достаточно большое внимание было уделено. Целая сессия по этому поводу. Вот в Перми будет первый в России. Когда его... Один из первых. Один из первых. Понял. Начал работы. Все ли те компании, о которых говорилось на Инвестфоруме, они согласны участвовать? Ну, давайте я коротко расскажу, что такое вообще региональный экспортный акселератор и зачем он нужен. Перед страной в целом и перед краем, в частности, поставлены такие достаточно амбициозные цели по развитию экспорта. То есть в целом у нас ни сырьевой, ни энергетический экспорт в стране должен увеличиться в два раза. Это же требование федеральный центр предъявляет к регионам, в том числе и к Пермскому краю. Мы видим определенную положительную динамику по развитию экспорта Пермского края. В частности, по итогам 2018 года, в сравнении с 2017 годом у нас прирост порядка 9%. И в первую очередь это прирост касается как раз ни сырьевого, ни энергетического экспорта. Но чтобы увеличить экспорт к 2024 году в два раза, а в том числе увеличить в общем объеме экспорта число МСП, который экспортирует, для этого нужны определенные дополнительные механизмы стимулирования и выявления вот этих экспортеров. Ну и, собственно, региональный экспортный акселератор – это один из механизмов, который должен увеличить объем экспорта. В настоящий момент, со следующей недели мы будем объявлять конкурс по определению подрядчика, кто будет курировать этот региональный экспортный акселератор. В настоящий момент мы ведем набор потенциальных участников этого акселератора. Спрос есть, заявки поступают. Суть этого акселератора максимально практична. Наша задача тем участникам, да, мы говорим про первые 50 компаний, которые будут участвовать, на выходе 30 компаний, мы понимаем, что не все дойдут до финала, ну, в силу просто своей там экспортной готовности. По этим компаниям мы должны разработать их экспортные стратегии, подобрать им несколько потенциальных экспортных контрагентов и провести такие вот установочные встречи. То есть наша задача, по сути, это либо появление вновь, либо расширение существующей экспортной сети данных компаний, которые будут участвовать в этом акселераторе. А сейчас еще возможно подать заявку? Конечно, безусловно. То есть мы сейчас активно этим занимаемся. Любая компания, которая это интересно, может подать заявку. Подробная информация о сути данного регионального экспортного акселератора есть на инвестиционном портале Пермского края. Собственно, там же можно подать заявку. То есть у нас максимально удобный вход для этого мероприятия. К сожалению, буквально полминуты у нас осталось до конца эфира. Максим Андреевич, вот курсы на трансляцию опыта и практик Пермского края другим регионам. Вот сама эта суть, она имеет обратную сторону? То есть мы что-то привлекаем из других регионов? Что-то заинтересовало нас? Безусловно. Мы постоянно в контакте с другими субъектами. И это взаимодействие выходит далеко за периметр Сочинского форума. В частности, по внедрению так называемых целевых моделей, по улучшению инвест-климата мы постоянно вообще обмениваемся лучшими практиками с регионами, с федеральным центром. Потому что зачем придумывать велосипед, когда, например, какие-то уже методики реализованы в Тюмени, какие-то в Москве. Что-то у нас реализовано и сейчас мы делимся активно этими практиками. У нас общая задача сделать жизнь и деятельность бизнеса в стране легче и лучше, особенно в Пермском крае. Спасибо большое, Максим Андреевич. В студии РБК Перм был Максим Колесников, министр экономического развития и инвестиций Пермского края. Обсуждали мы итоги прошедшего форума в Сочи и что конкретно он принес Пермскому краю. Далее в эфире РБК Перм реклама. Не переключайтесь. Блистайте улыбкой. Цифровая компьютерная стоматология уже в Перми. Диагностика точнее, качество выше, заживление быстрее, визитов к врачу меньше. Высокие технологии стали доступны. Стоматологический цифровой центр «Бриллиант» Карпинского, 83. Зажги снег вместе с нами на горнолыжном курорте «Токман» в новом горнолыжном сезоне. Под девизом «Сноу энд флейм». Ждем вас! При выборе стоматолога для меня важно, чтобы было не больно, быстро, надежно, красиво, просто было. Астромед. Доверяя самое ценное. Портал деловых новостей «РБК Пермь». Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект «РБК Плюс». «РБК Пермь». Помогаем принимать решения. Коктейль «Молотова». То, без чего не обходится ни одно ваше утро. Продолжим программу. Дефицит краевого бюджета в этом году вырастет сразу на четверть. В сумме на миллиард рублей. Такие поправки приготовили в правительстве края. Сегодня их представили на бюджетном комитете. В целом поправки одобрили, но по ряду трат депутаты высказали сомнения. Продолжит Рустам Багизов. Два пакета серьезных поправок. И один из них Минфин попросил депутатов одобрить срочно. Сразу в двух чтениях. Объяснив это тем, что это связано с проектами еще прошлого года. И расторговки контрактов, которые зависят от сезона. От 2018 года свободными остались 3,5 миллиарда рублей. Все они уже расписаны на новые расходы. В частности, почти на 650 миллионов вырастет дорожный фонд. В основном это расходы, связанные с обходом часового. Это нужно корректировать ПСД в связи с обузной ситуацией. На приведение в нормативное состояние дорог регионального значения 200 миллионов рублей. И ремонт дорог местного значения 184 миллиона рублей. Кроме того, средства предусмотрели на приобретение лекарств, строительство двух стадионов и другие цели, которые не вызвали вопросов на комитете. Зато к многим другим пунктам придралась контрольно-счетная палата. К примеру, к поправкам по газификации планируется потратить еще почти миллиард рублей. По 300 миллионов ежегодно. На проведение проектных работ и строительство распределения газопроводов на территории муниципальных образований 300 миллионов рублей не представлены расчеты, подтверждающие необходимые объемы средств. Не определены муниципальные образования, которым будут представлены трансферты. Одна из самых спорных трат сумма в почти треть миллиарда рублей для регионального оператора по обращению с отходами. Для ГУП теплоэнерго попросили 352 миллиона рублей для сокращения кассовых разрывов. Многие депутаты задались вопросом, будут ли это средства в долг или же наоборот безвозмездные субсидии. КСП добавило, что нет порядка предоставления средств, а также графика их возврата в бюджет. В правительстве парируют эти деньги, необходимы сейчас для текущей работы. На сегодняшний день, поскольку есть начисленные платежи, начисленные, а сбора на сегодняшний день не осуществлено, но действительно мы уже имеем, да, так и начали просвязывать. Еще один обсуждаемый вопрос – выделение по 500 миллионов рублей ежегодно на развитие системы теплоснабжения в регионе. О необходимости вложения в эту инфраструктуру никто не спорил, а вот об эффективности именно такого объема средств вопрос возник. – Хочется, чтобы мы не просто потратили деньги, а принимали правильные решения, и чтобы мы могли бы экономить хотя бы все эти муниципальные котельники хотя бы на ноль, на саму панельность. Потому что, ну, просто так деньги выделяют, 5 лет раз будем модернизировать, потом снова, снова. Сейчас, в первую очередь, мы, конечно, вот в планах, я могу уже сказать, что мы последствия провели по 13 муниципальным образованиям. Но это, в первую очередь, те котельные, которые работают на газу. Масштаб действия, конечно, он выше, чем эти 500 миллионов рублей. Но основные критерии, по которым мы отбирали муниципалитеты, и про что вы говорите, это, конечно, высокий технический износ оборудования, где идут генерации больших убытков за счет высокого износа. В итоге депутаты все же одобрили и первый, и второй пакет поправок. Доходы бюджета в 2019 году, по уточненным данным, превысят 133 миллиарда рублей, расходы 141 миллиард. Дефицит в итоге увеличится почти до 8 миллиардов рублей. Окончательные изменения примут на пленарке в этот четверг. В Перми резко выросло количество должников-арендаторов земельных участков. Данные за январь предоставили специалисты профильного департамента администрации города. Они подали более 150 исков и взыскали через суд более 7 миллионов рублей. На начало февраля на рассмотрении в судах находится 554 исковых заявления о взыскании задолженности за аренду земельных участков. Большая часть из них, почти 400 заявлений, была подана в прошлом году. Оставшиеся 168 в этом году, что в три раза превышает показатель за аналогичный период 2018-го. В муниципалитете уточняют, наиболее крупные должники, появившиеся в этом году, это региональное отделение организации «Добровольное общество содействия армии, авиации, флоту России», а также строительно-монтажное управление «Номер 3», «Сатурн-Р» и другие компании. В Перми стартовал очередной мастер-класс в рамках бизнес-среды. Организатором проекта для предпринимателей выступает Пермское региональное отделение общественной организации «Опоры России» совместно с правительством Прикамья. На этот раз участникам расскажут, как масштабировать свой бизнес и проведут мастер-класс по определению своего стиля управления и созданию сбалансированной команды. Обо всех тонкостях мы узнаем прямо сейчас у собственного ведущего этого события в студии РБК Перми Стива Оралов, директор по франчайзингу, а также практик в сфере бизнес-процессов, собственно, прямиком из Москвы. Стив, приветствую вас. Добрый день. Во-первых, спасибо вам, что перед мастер-классом заглянули к нам, чтобы, так сказать, заранее озвучить, что там будет происходить. Расскажите об вашем опыте. То есть, московская компания, занимаетесь производством в том числе настольных игр. С чего начали и к чему пришли? Я, насколько знаю, 79 у вас магазинов и по России, и даже в Узбекистане есть. Все верно. Компания «Мосигра» — это производитель настольных игр и подарков. Это крупная федеральная сеть. Начинали мы в 2008 году с разработки одной настольной игры и интернет-магазина. Соответственно, через 4 месяца был открыт первый офлайн-магазин. И в 2010-2011 году уже было открыто порядка 15 офлайн-магазинов. Конечно, как и многие компании, мы начинали масштабироваться и реализовывать все проекты на коленочке. Давали право открыть магазин под нашей торговой маркой просто предпринимателям, которые хотели вместе с нами масштабироваться. Но в какой-то момент мы поняли то, что необходимо формализовать весь этот бизнес, так как многие партнеры начинали видоизменять вывески, видоизменять ремонт в помещении, раскладку, форму и многое другое. Поэтому нам пришлось в 2011 году заказать упаковку франшизы, чтобы у нас был договор коммерческой концессии, чтобы у нас были всевозможные правила работы по системе франчайзинга. С этого момента мы начали как раз-таки работать в Белую, регистрировать все договора коммерческой концессии. Ну и в принципе все партнеры начали работать как раз-таки по договору. Ну вот, собственно, среди многих способов масштабирования бизнеса, какое место занимает именно франчайзинг и плюсы и минусы этого метода? Я сейчас говорю и о том, кто продает франшизу и тот, кто ее приобретает. Но вот в числе последних я понимаю, что, допустим, приобретая франшизу и открывая по ней какой-то там магазин, неважно, я тем самым ограничиваю бизнес от многих рисков, которые могут быть, если я это буду самостоятельно все делать. Вот в этом русле давайте поговорим. Ну в отдельное направление я франшизу бы все-таки не выделял, так как это единая сеть, это одна компания. То есть, если какую-то ошибку совершил партнер у себя в регионе, в магазине, это транслируется на всю сеть в целом. Поэтому есть минусы в этом. Тяжело управлять, конечно, франчайзинговыми магазинами и партнерами, так как есть жесткие стандарты, которые необходимо выполнять, и не всегда все партнеры следуют как раз-таки этим условиям. Что касается плюсов, конечно, это масштабирование по всей России и странам СНГ, так как управление собственной розницей дистанционно, как правило, очень тяжелое. Бизнесом нужно управлять здесь, на месте, и тогда действительно будет успех. Ну и как любой бизнес, это риск. Поэтому никто не застрахован от закрытия точек. Но в первую очередь франчайзинг – это уже просчитанная финансовая модель. Это готовый реальный бизнес, в котором можно быть действительно уверен, что это рабочая бизнес-модель. Ну, как и все модели, имеют свойство как-то развиваться с годами. Вот тенденция, может быть, этого года в плане развития франчайзинга, можем ли мы о них вообще говорить? Может быть, какие-то новые, совершенно неожиданные вам попадались франшизы в рамках России? На самом деле, очень радостно смотреть на российский рынок франчайзинга, так как он на самом деле сейчас находится на этапе вот только старта. На зарубежных рынках франчайзинг – это уже целая история, которая транслируется очень давно, и все открывают бизнес по системе франчайзинга. То есть мы сейчас только начинаем ее развивать, организовывается огромное количество интересных проектов, развивается много интересных молодых предпринимателей, которые сейчас масштабируют бизнес посредством франчайзинга. У вас, как я понял, с 2011 года вы решили пойти в этом русле. Какие-то проблемы, может быть, сразу возникли на первом этапе? А чего можете сберечь, может быть, предпринимателей Перми? Вот какие-то лайфхаки, наверное, советы? Куда обратились за помощью в том числе? Ну, посредством, если какие-то проблемы, то, что партнер что-то выполняет или не выполняет, ну, это в любом случае будет везде, всегда, так как с партнерами нужно общаться, разговаривать. Кстати, многие партнеры придумывают интересные вещи, которые можно реализовывать во всей сети в целом. В действительности для этого организованы ежегодные слеты по франчайзингу со всеми партнерами, где мы делимся успехами, провалами, взлетами, новшествами, нововведениями. Там, собственно, можно алгоритм действий какой-то для себя найти. А вот что касается, допустим, онлайн-курсов, вот ты решил, я посвятить свою жизнь расширению своего бизнеса путем открытия франшиз. Вот достаточно ли, допустим, онлайн каких-нибудь курсов или все-таки нужно и необходимо встречаться с такими маститами, наверное, предпринимателями, которые в этом плавают уже очень давно? Сейчас есть онлайн-курсы Бизон, кстати, я там тоже являюсь преподавателем. Действительно, сейчас очень многое уходит в онлайн, так как тяжело выделять время на оффлайн-мероприятия, так как это занимает огромное количество времени. А так вы можете в любое свое свободное время подключиться, пройти курсы, получить какие-то практические знания, в том числе вы можете получить документы, которые вам необходимы будут для реализации данного проекта. Ну и, конечно, в том числе оффлайн-мероприятия, я считаю, тоже нужно посещать, так как разговор напрямую с действующим предпринимателем – это действительно хорошая вещь. Когда бизнес расширяется, я так представляю себе, по крайней мере, этот процесс, меняется и стиль управления. Когда тебе нужно руководить буквально командой из двух-трех человек на восьми квадратных метрах – это одно. Когда у тебя огромная корпорация – это все-таки другое. Вот как стиль управления меняется с расширением бизнеса? В том числе об этом будет вестись речь на мастер-классе. Ну, значит, в любом случае, конечно, сначала это какой-то демократичный стиль управления, когда все на ладони, все понятно. С ростом компании – это все-таки какое-то выстраивание иерархического стиля управления и формализации бизнес-процессов. Так как каждый сотрудник компании должен понимать, что он делает, зачем он это делает, куда компания идет. Да, действительно, процессы со временем формализуются. Что касается мастер-класса, который будет проходить сегодня, мы разберем как раз-таки четыре стиля управления по Адизису. Расшифруйте, как именно будете выявлять стиль у участников мастер-класса? Существует четыре стиля. Это производство, это стиль управления, когда человек «давай-давай», он горит, он продает, действует. Есть стиль администрирования, это все-таки люди, которые следуют определенным критериям, определенным постановкам. Есть предприниматели, которые генерируют идеи, все время что-то придумывают. И есть интеграторы, это люди, которые стремятся наладить процессы в компании, чтобы все дружили. И мы определим как раз-таки у всех присутствующих на этом мастер-классе стили управления, которые присущи им. И, соответственно, будем разговаривать, как правильно подбирать под себя команду. А путем теста или какой-то командной работы будете делить? Будет тестирование. Каждый присутствующий пройдет тестирование и получит полное описание своего стиля управления. Помимо этого, мы рассмотрим необходимые команды, которые нужно собирать под свой стиль управления. Ну и завершая нашу с вами такую динамичную беседу, по поводу самого проекта «Бизнес-среда». Его реализуют опоры России, призван он в том числе развить малое и среднее предпринимательство в рамках Пермского края. Как считаете, полезны ли такие проекты, нужно ли выделять время предпринимателям или тем, кто хочет стать таковыми, на то, чтобы именно приходить, обучаться и так далее? Это очень здорово и на самом деле очень радостно на это смотреть, потому что государство сейчас направлено на развитие вообще предпринимательства, малого бизнеса. И огромное количество мероприятий разных проходит по всем регионам России, которые направлены на живое общение действующих предпринимателей, начинающих предпринимателей. Это действительно помогает и дает такой толчок для реализации себя, реализации своих проектов. Ну и в принципе это поднимает экономику. Да, я считаю, что это необходимо. Тем более я слышал, что в Перми сейчас проходят специальные курсы предпринимательства для школьников, курсы для женщин и специальные курсы для взрослого возраста людей. Ну и я думаю, что на вашем мастер-классе появятся представители всех, тех, кого вы сейчас назвали. Стива Оралов, ведущий очередного мастер-класса проекта «Бизнес-среда» был в студии РБК. Обсуждали мы, собственно, грядущее событие. Не переключайтесь, скоро продолжим. Новая жизнь для любимых вещей. Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви. Леоново 15. Звоните 22-666-22. Блистайте улыбкой. Цифровая компьютерная стоматология уже в Перми. Диагностика точнее, качество выше, заживление быстрее, визитов к врачу меньше. Высокие технологии стали доступны. Стоматологический цифровой центр «Бриллиант» Карпинского, 83. При выборе стоматолога для меня важно, чтобы было не больно, быстро, надежно, красиво, просто было. Астромед. Доверяя самое ценное. Коктейль Молотова. Зарядка для вашего настроения. В Перми осудили второго фигуранта по делу о сбыте поддельных денег. Напомним, в мае прошлого года сотрудникам полиции удалось взять с поличным двух пермяков с фальшивыми купюрами номиналом в 5000 рублей. Как позже выяснилось, молодые люди купили их в другом регионе, общим количеством порядка 100 штук. Правда, продолжит Татьяна Александрова. По какому поводу задержан? Подделка. Где купюры лежат? В пальцах. Следствие длилось более полугода. В ходе оперативного расследования выяснилось, что пермики сбывали подделки в мелких торговых сетях Перми на территории Кудымкарского района. В ходе обыска места жительства задержанных и их автомобиля полицейские обнаружили 14 фальшивых купюр. Всего в результате проведения следственных действий из незаконного оборота удалось изъять 23 поддельных банкноты. В отдел экономической безопасности и предъявления коррупции в воду города поступила оперативно значимая информация о том, что к массовым сбытам фальшивых купюр на территории Крылового центра причастны двое молодых людей, 89-90-го года рождения. После проведения комплекса оперативно-рестных мероприятий, личности данных молодых людей были установлены и впоследствии они были с поличным задержаны на сбытах фальшивых купюр. Один из поддельников заключил сделку со следствием, подписал досудебное соглашение. Дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. Пермика признали виновным и условно осудили на один год и восемь месяцев. На днях приговор вынесли второму фигуранту. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев, лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Всего в прошлом году на территории Прикавии зарегистрировано 340 фактов обнаружения поддельных денежных билетов. За последние три года были задержаны три преступные группировки, осуществлявшие сбыт поддельных пятитысячных купюр. За данное преступление участников приговорили к лишению свободы от 7 до 10 лет. Не покажи. По факту отрыва от причала трех судов в акватории Камы в январе уголовное дело возбуждаться не будет, сообщает коммерсант Прикаме. Как сообщили изданию в Уральском следственном управлении на транспорте, указанное постановление было вынесено в связи с отсутствием события преступления. Следственный орган проводил проверку на предмет нарушения правил эксплуатации внутреннего водного транспорта. Так было установлено, что перед отрывом судов был произведен сброс воды на Камской ГЭС. При этом сам транспорт был неправильно пришвартован. В управлении отметили, что состав преступления возникает в случае нанесения крупного ущерба, сумма которого должна составлять не менее 1 миллиона рублей, а также причинение тяжкого вреда здоровью или гибели человека. В этом конкретном случае никто не погиб, а ущерб составил чуть более 100 тысяч рублей. Эфир РБК Перм продолжит дайджест международной федеральной повестки. Его подготовил мой коллега Антон Шибанов. Антон, приветствую тебя. Думаю, что сегодня обзор был составлять куда сложнее, чем обычно, потому как все ленты заполнены просто посланием президента к федеральному собранию. Ты абсолютно прав. Безусловно, эту тему тоже я не обойду стороной, но единственное, что эфирные возможности позволяют сделать это только очень кратко. Ну и, разумеется, еще несколько новостей подобрал. Сегодня президент выступил с посланием к федеральному собранию. Церемония проходила в гостином дворе Москвы. Обращение длилось полтора часа. Сегодняшнее мероприятие стало пятнадцатым по счету, но постараюсь очень кратко о ключевых посылах выступления Владимира Путина. Поддержку семьи президент обозначил как ключевую задачу. Было заявлено об увеличении выплат семьям на первого и второго ребенка, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на члены семьи. Было сказано об увеличении пособий семьям с детьми-инвалидами, о необходимости разработать решения для стимулирования индивидуального строительства. В том числе президент предложил создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и разобраться по существу. Но, разумеется, в послании были затронуты и вопросы здравоохранения, инфраструктуры и многие-многие другие. В целом Владимир Путин подчеркнул, что снижать планку ориентиров, размывать их нельзя. Мы обязаны двигаться только вперед, набирая темпы своего развития, сказал Путин, отметив, что повторение ошибок прошлого десятилетия невозможны. И уже в этом году граждане почувствуют реальные изменения. Над посланием президента Федеральному собранию работают не только в администрации президента, но и в министерствах и ведомствах. По итогам его оглашения президент подписывает ряд конкретных поручений, которые в течение года выполняют законодательное и исполнительное власти. К примеру, за год с момента прошлого послание Госдума приняла 90% законов в рамках реализации обращения Путина. Принято 86 законов, оставшиеся 10 законопроектов внесены на рассмотрение Госдумы. Время Великой Отечественной войны. Шоумен Владимир Зеленский возглавил тройку лидеров в президентской гонке на Украине. Об этом сообщает Интерфакс. По результатам февральского опроса центра Разумкова в рейтингах лидируют Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. За Зеленского планируют проголосовать 17,5% всех респондентов, но, разумеется, среди тех, кто вообще, в принципе, намерен прийти на выборы, у Порошенко и Тимошенко примерно равные шансы выйти во второй тур. Действующего главу государства готовы поддержать 13%, экс-премьера – 11,5%. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта этого года. В них примет участие рекордное количество кандидатов – аж 44 человека. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал реакцию на свои слова о том, что 80% населения Земли – идиоты. Об этом музыкант рассказал «Бизнес-ФМ». Макаревич признался, что бурное обсуждение в СМИ и негативные комментарии о его высказывании не доставляют ему удовольствия. Артист отметил, что в конечном счете такая людская реакция подтверждает его тезис об идиотах. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Дропека заявила, что мнение исполнителя мало кого интересует. «Я считаю, что к Макаревичу уже мало кто прислушивается в обществе», сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Как сообщает Риафан, продюсер Иосиф Пригожин тоже отреагировал на заявление артиста. Он выразил несогласие с лидером «Машины времени», хотя отметил, что уважает его как певца, как музыканта. В интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду 20 февраля, Макаревич рассказал о работе в Госдуме и заявил о том, что считает подавляющее большинство населения Земли идиотами, но себя к ним не причисляет. Артист, добавлю, вошел в новый состав экспертного совета при Комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года. Немецкий модельер Карл Лагерфельд завещал часть своего состояния кошке «Шупет», пишет Ле Фигаро. Как сообщает издание, животное вдохновляло модельера и было его музой. При этом у «Шупет» есть собственные страницы в социальных сетях и даже счет в банке. Ранее сообщалось, что преемником Карла Лагерфельда на посту креативного директора французского модного дома «Шанель» станет глава дизайн-студии дома «Виржини Виар». Модельер, креативный директор французского модного дома «Шанель» Карл Лагерфельд умер 19 февраля в больнице Парижа. Ему было 85 лет. Случайно в этой новости не говорилось, как все-таки кошка собирается распорядиться всем этим имуществом, которое ей достанется? Ну, поскольку животное имеет аккаунты в социальных сетях, я думаю, что мы об этом узнаем от первоисточника, если можно так сказать, в данной ситуации. И будем ждать от тебя информации. Далее в эфире РБК реклама. Не переключайтесь, скоро продолжим. При выборе стоматолога для меня важно, чтобы было не больно, быстро, надежно, красиво, просто было. Астромед. Доверяя самое ценное. Блистайте улыбкой. Цифровая компьютерная стоматология уже впереди. Диагностика точнее, качество выше, заживление быстрее, визитов к врачу меньше. Высокие технологии стали доступны. Стоматологический цифровой центр «Бриллиант» Карпинского, 83. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация, интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК Плюс. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Коктейль Молотова. Они приходят с рассветом. Продолжаем программу. Особенности воспитания ребенка в цифровую эпоху, современный педагог и правильное развитие личности. Эти и другие немаловажные темы эксперты в сфере образования обсудили в рамках Всероссийской научно-практической конференции 2019 года. Все подробности у Татьяны Александровой. В рамках конференции работало 8 дискуссионных площадок. Главной темой для обсуждения на каждой из них стал вопрос воспитания. Участники встречи предлагали новые формы взаимодействия между ребенком и педагогом. В этом году в конференции приняли участие руководители муниципальных органов управления образования, муниципальных методических служб и педагоги образовательных учреждений Перми и других городов России. У нас есть некие решения. Во-первых, вот, например, последние годы мы занимались тем, что мы предлагаем некое новое содержание подготовки будущих педагогов в педагогических вузах. И в том числе и обладение ими теми реальными методиками, которые позволят, я имею в виду методиками воспитания, которые позволят им, придя в школу, не оказываться в растерянности, а иметь некий хоть хотя бы какой-то самый первоначальный инструментарий. По мнению руководителя и дискуссионных площадок, подобного уровня конференции это отличный шанс не только заявить о себе на всероссийском уровне, но и поделиться с коллегами своим уникальным, возможно, инновационным опытом. Ведь у каждого педагога взгляд на воспитание свой. Знание индивидуальных особенностей и психологических особенностей – это две фишки, которые из педагогики в течение многих столетий никто не убирал. У нас не хватает простого человеческого общения в школе. Поэтому вот этот формализм, формализм, вот такая мимодеятельность, что работают много, все суетятся, бегут. Остановитесь, взгляните на детские глаза и почувствуйте оценку своего общения с ними. Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание. Устоявшиеся традиции и новые тенденции» длилась два дня. За это время участники успели обсудить эффективные механизмы реализации воспитательного потенциала в современных образовательных учреждениях и взаимодействия школы и семьи в развитии личности ребенка. По итогам конференции все утвержденные рекомендации планируют опубликовать в рецензируемом сборнике. В рамках всей конференции работали несколько дискуссионных площадок и одна из них посвящена роли детско-взрослой общности в развитии и воспитании личности. Обсудим тенденции по этому направлению и подведем итоги всего события. Прямо сейчас в студии РБК «Перма» модератор названной секции, а также директора школы номер 140 и заслуженный учитель России Ольга Березовская. Ольга Маратовна, приветствую вас. Я тоже вас приветствую. Давайте начнем все-таки с того, что, во-первых, подведем краткие итоги вообще всей конференции. Может быть, какие-то в общем контексте движемся мы в бездну в этом направлении, движемся мы к свету, как общий тон может быть конференции, как звучал? Ну, я думаю, что это крайности. Задача конференции – это вектор развития школы. Что можно взять для себя? И поэтому уже пленарное заседание со своими темами, которые были, вот я из программы прямо говорю, особенности воспитания ребенка в цифровую эпоху, современный педагог как воспитатель, желаемое и действительное, воспитание в современной школе, благоприятные ли условия, они уже определили вектор развития, о чем сегодня нужно думать в школе. Ученые давали, ну, каждый какие-то интересные фактические материалы, теоретические. Чем отличается научно-практическая конференция? Связь науки и практики. Вот это самое главное, что мы смогли соединить науку и практику. У современной школы доминирующая функция, она остается, так скажем, образовательной или больше воспитательной? Я считаю, что образования без воспитания не бывает. Это моя твердая позиция. Ну, тогда в контексте воспитания хотелось бы такую тему поднять. Мы, в общем-то, с вами еще до самой программы это обсуждали. У школы сегодня появилось, так скажем, огромное количество конкурентов в плане воздействия на ребенка при его взрослении, при его воспитании. Вот разделим их условно на дающих пользу и которые приносят вред. Вот как вы считаете, к какой категории что можно отнести сегодня? Ну, те объединения, которые сегодня начинают проявлять интерес к воспитанию ребенка, те, которые пропагандируют гуманистические ценности, те, с теми мы взаимодействуем, готовы интегрировать совместную деятельность, то есть мы их выбираем в партнеры. А те, кто сегодня проповедует экстремизм, насилие, особенно в информационных блоках, вот такие объединения, это то, от чего мы сегодня должны предостеречь ребенка. Через что мы можем предостеречь? Конечно, через вовлечение его в другую деятельность, которая поможет ему определиться со своими ценностями. Вот, а если все-таки говорить более конкретно, то к первой группе мы какие объединения можем отнести? Не знаю, там частные музыкальные школы, театральные? Нет, это любые. Есть образовательные сегодня центры, есть развлекательные центры, есть досуговые центры самого различного направления. И мы сегодня готовы с ними сотрудничать. Мы сегодня понимаем, что даже квест-квесту рознь, правда? Если родители хотят повезти детей, допустим, класса даже, да, на квест, мы сегодня говорим сначала, смотрите, содержание. Поможет ли оно вашему ребенку в чем-то определить для себя? Вот, поэтому, но очень интересные есть программы, которые разрабатывают ребята, и мы готовы выбирать их партнеры, понимаете? А есть те, которые бесполезны для ребенка. И выбирая вот такую, и классный руководитель, и родитель, когда они отправляются в эти квестовые путешествия, они, конечно, должны знать, что они выбирают, и каково содержание. Но это наши партнеры, и детям интересны очень многие их позиции. Поэтому игнорировать тех, кто включается в процесс воспитания, мы сегодня ведь не можем, но я говорю, те, которые основаны у них в формировании ценностей гуманистических, мы с ними за союз, конечно. Ваша коллега именно по этой дискуссионной площадке, я говорю сейчас о детско-взрослой общности, роли этого всего, Шакурова Марина Викторовна, она в рамках пленарного заседания также ввела такую площадку, которая в направлении, каким должен быть сегодня педагог, какие перед ним основные вызовы стоят, что мешает приблизиться к идеальной модели. Вот расскажите, пожалуйста, о чем там велась речь, и какие основные параметры сегодня идеального учителя? Наверное, учителя-воспитателя вы имеете в виду. Значит, в данной ситуации я, например, считаю, что главное – это учет особенностей каждого ребенка, траектории его развития. Наверное, поэтому сегодня тьютеры в школах становятся такой общепринятой нормой образовательных маршрутов и воспитательных маршрутов детей. Потому что только, ну, на мой взгляд, ведь у ребенка тьютера может тренер быть, правда? То есть это значимый в его жизни человек. Может быть, учитель, может быть, классный руководитель, любой взрослый человек, который помогает ему ориентироваться. Вот это современные. Дальше Марина Викторовна останавливалась на подготовке студентов. Мы согласны, что сегодня это сложный вопрос, потому что они придут в новую школу и в новые условия. А подготовка этих студентов должна стать иной. Она говорила о тех маршрутах, которые выбирает для себя педагог для развития. Что сегодня педагог стоять на месте не должен. У него должна быть своя стезия для развития и свой образовательный маршрут. Я тоже с этим полностью согласна. Конечно, должен и этот вопрос задать. Какие-то прямо революционные идеи, может быть, звучали на разных площадках, на пленарном заседании? Нет, революционные – это слишком. Инновационные – да. Речь об инновациях шла. Потому что, представьте себе, люди были со всего Пермского края. Они рассказывали о своих находках, о том, что у них получается, на что откликаются сегодня дети. Причем, вы знаете, интересно очень получилось, что пленарное заседание на нашей площадке задало совершенно другой тон. Люди говорят, я сначала хотела говорить об одном, а сейчас, после того, как я прослушала выступление, мне хочется остановиться на таком. И, вы знаете, это было здорово, потому что у нас обычно педагоги, что приготовили, о том и должны говорить, а они сегодня говорили и о выборе партнера, да, и просто о том, как одному ребенку они помогли в определенной ситуации преодолеть себя, и это была очень большая победа и для него, и для воспитателя. То есть, вот как раз то, что сегодня очень значимо для детей. Ну и о практической, так скажем, полезности подобных конференций. Вот вы, как директора, что для себя в первую очередь нашли, и, может быть, уже с завтрашнего дня начнете реализовывать в своей школе? Ну вот наша школа сегодня основоположной в построении воспитательной системы у нас стоит взаимодействие с родителями. И я для себя взяла очень интересные такие аспекты, на которых мы можем с родителями вместе определить. У нас в школе, например, праздники, День учителя, День родителя и День ученика. И вот я для себя посмотрела, как можно со стороны организовать общность, готовясь вот к таким праздникам по-другому. Потому что ведь нужно придумывать каждый раз на совете дела, и мы решаем, как пройдет этот праздник в этом году. И я взяла для себя. И, значит, кинофестиваль, что ребята сегодня в цифровых технологиях могут изготавливать, фильмы делать. Мы можем взять конкурс «Фото семья в объективе». Понимаете? То, что поможет еще раз объединить. Представьте себе семью сфотографировать вечером. Вот. И в этом контексте детско-взрослая общность. Вот сегодня, буквально у нас остается полминутки, тезисно. Сегодня лидером в этой общности все еще является взрослый или уже на себя одеяло перетягивает ребенок? Буквально кратко. Вы знаете, она и называется общность. Потому что они вместе работают. Ребенок один лидером быть не может. У него еще не сформированы полностью. И он не боится. Просто у него есть рядом человек, который разделяет его взгляды, и он может с ним посоветоваться. Спасибо большое. Господь должен быть рядом. Да, спасибо большое, Ольга Маратовна. Ольга Березовская, директор школы номер 140 и заслуженный учителем России, была в студии РБК. По итогам форума в Сочи, Прикамья подписала 12 соглашений на 6 миллиардов рублей. Сумма не так высока, как у других регионов, но у нас и цели участия иные, отметили в Краевом Минеке. Дефицит краевого бюджета в этом году вырастет сразу на четверть. Такие поправки приготовили в правительстве края. В целом депутаты их одобрили, но не без обсуждения. Ну и наконец, бизнес-омбудсмен Прикамья Вячеслав Белов уже завтра представит отчет по своей работе депутатам ЗАГСа и уйдет на новую должность в другую организацию. Это были итоги на РБК Перм. Спасибо, что выбираете нас и до скорой встречи.